Что может быть прекраснее живой музыки в вечернем парке? Играет оркестр, артисты исполняют популярные песни, отдыхающие танцуют, не сдерживая эмоций. Раньше не одни выходные не только в Балакове, но и во всей стране не обходились и без танцев в парке. Недалеко от этого места был сад речников. И традиция была, там играл когда-то и духовой оркестр, еще до революции заливался каток. Там играли любимые мелодии, стоятельные балаковцы хорошо оплачивали эти работы. И традиция вот такого совместного. Но потом, вы знаете, вот такие вот мероприятия, они в нашем менталитете. Мы не индивидуалисты. Это присущий нам коллективизм вот этот. Он проявляется и здесь. В этом году такая традиция возродилась благодаря Саратовской ГЭС. В парке под шефным этой организацией практически каждое воскресенье ушедшего лета звучала музыка. Такой подарок всем балаковцам сделала Саратовская ГЭС в честь своего 50-летия и юбилея города. Здесь выступают и эстрадные оркестры, и ансамбль народных инструментов «Наигрыш». Творческие коллективы, в смысле в народном плане такие, как «Сударушка», «Хор», «Родник», «Казачья группа», «Станица Вольная». Первые концерты, конечно, при таком небольшом количестве было людей, но последние уже были прямо. Даже я считаю, что площадь немножко маловато для этого. Мне нравится то, что люди здесь отдыхают душой и телом, танцуют. И вот заключительный концерт сезона. Эстрадный оркестр начинает играть, и все зрители замирают. Музыка проникает в их сердца, и уже невозможно не поддаться ее обаянию. Во власти музыки все, независимо от возраста. Ну, во-первых, живая музыка здесь, артисты хорошие, доброжелательное настроение, дети пляшут. Оркестр очень замечательный. То есть живая музыка, настроение поднимает, прям превосходно. А все хорошие песни, даже артисты. Значит, скажи, джаз любишь ты. Да, джаз. Я люблю песни, и моя бабуля тоже артистка будет здесь петь. И я здесь не раз. Очень приятно видеть веселые лица в этот вечер. Сами вы кучки не пляшли. Бабури у них вообще было превосходное. Да. В самом начале. Очень рады. Побольше бы мероприятий таких в городе было. А ты музыку слушаешь? Да, слушаю. Тебе нравится здесь? Нравится, наверное. Зажигательный рок-н-ролл, популярные песни советских исполнителей, иностранные композиции и даже песенки из опереты. Публика рада этому разнообразию. На танцевальной площадке в основном те, чья молодость прошла под эти песни. Эти люди строили Балакова. Они хорошо работали, но и отдыхали тоже со вкусом. Именно поэтому на заключительном музыкальном вечере этого сезона возле сцены развернулась выставка музея истории города, чтобы балаковцы вспомнили, как проходило становление города, как полвека назад в Балакове меняли русло Волги и запускали гидроэлектростанцию, как после работы парни и девушки шли на танцы и веселились до зари. Население наше увеличилось незначительно к началу строительства. Было 20 тысяч, стало 26. А потом сюда приедет до 20 тысяч молодежи. Помолодеет город. Средний возраст будет, балаковцев, молодежный возраст. Он не перешагнет рубежа 30 лет. За два летних месяца, в течение которых в парке ГЭС проходили вечера живой музыки, многие балаковцы смогли приобщиться к прекрасному. Заключительный вечер этого музыкального сезона состоялся в начале сентября и подарил всем гостям праздника положительные эмоции, заряда которых хватит еще надолго. И кто знает, может быть, благодаря этому совместному саратовской ГЭС-проекту у артистов городского центра искусств стало больше поклонников, которые будут ждать их выступлений. Ну а пока... Ла-ла-ла-ла... Что любила ты мне? Не рассказывай. Затянула узелок, не развязывай. Ты ушла за синий лес, осенью осенью. Разлюбила, говорят, да и бросила. Налетели в труд, доживили, наскандалили. Говорят, они следов не оставили. Но зашло в садах сирень, на кипение. И осталась ты во мне вся весенняя, 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 весенняя.